Сегодня 14 июля 2018 года, нахожусь я в аэропорту Красноозерки, здесь будет проходить дрейк рейсинг на взлетной полосе аэропорта. Встретил тут местного блогера, вон он ходит, у которого 150 подписчиков на ютюбе, он ходит, налепил на свой фотоаппарат, точнее телефон, наклейку ютюб и всем рассказывает, что он супермодный блогер. Сегодня шел дождь, закончился он совершенно недавно, но полоса начала уже просыхать. Вообще, постоянно посещаю подобные мероприятия, но сегодня решил немножко показать, рассказать об этом именно в видео, потому что не все любят читать, многие любят смотреть. Смотрите, это вот будет зона старта, сюда будут подъезжать автомобили. Вот в предыдущей записи я писал как раз про стейдж и при стейдж. Вот это вот как раз стейдж, вот это при стейдж. Между ними вот как раз в районе 15 сантиметров. Вот он, сам светофор, который дает старты. То есть здесь вот как раз на светофоре написано стейдж и при стейдж. То есть когда автомобиль заезжает на первую, загорается при стейдж. Когда подъезжает ко второй, загорается стейдж. То есть старт заключается в следующем. То есть обе машины выставляются сначала на при стейдж, то есть первая машина, вторая машина. После этого подкатываются еще чуть-чуть, загорается стейдж. Как вторая машина вышла на стейдж, запускается сам светофор. То есть запускаются сначала оранжевые и в конце концов вот здесь вот зеленые. Все это примерно после того, как последняя машина вышла на стейдж, занимает порядка полутора-двух секунд, в зависимости от настройки самого светофора. Здесь начинают собираться зрители. Гонщики подготавливают свои автомобили, переобувают их в спортивную резину, кто в полуслике, кто в слике. Это специальная гоночная резина, которую будут прогревать с кучей дыма. Проходит это все под эгидой СМП Рейсинг. Это российская компания по продвижению автоспорта. Проводят мероприятия организаторы Красноозерки, местные жители. Вот он как раз стоит. Также Алтайская Федерация Автомобильного Спорта и Новосибирская Федерация Автомобильного Спорта. А также БРН Клуб. Это Барнаульский ЖТ-клуб. Участников не так сильно много, поэтому заездов так таковых сильно много, наверное, не будет интересных. Но интересные машины есть, так что я думаю, мы увидим жаркую борьбу. Тем более, 8 классов заявлено. Посмотрим, что будет, как это будет выглядеть. Полоса начинает уже просыхать. Так что скоро начнутся уже старты. Прогуляемся по закрытому парку. Здесь вот моя машина стоит, как обычно это происходит, что она стоит ближе к старту, чтобы было удобней менять объективы, просто отдохнуть, водички попить. А вот первый представитель Новосибирска, это Subaru Box. Небоевая машина Дмитрия Мандрикова. Дмитрий Мандриков, это чемпион России по дрейк-рейсингу. Его боевая машина находится у него в гараже и участвует он в чемпионате России. В чемпионате Сибири он участвует на, как он говорит, городской машине. Но она едет тоже очень-очень хорошо. То есть из 10 секунд она выезжает. То есть едет быстрее, чем Bugatti Chiron даже. Это вот механик Миша заправляет машину. 116-й? Это импорт. А импорт это непонятно что? Какой импорт? 120-й. Лучше летучий, чем ацетон. Когда она работала, прям чувствовалось такой запашок. Запах есть. Своеобразный. Это сам Дмитрий Мандриков. Фотографирует свою машинку. Буду мешать. Там как будто совбуфер стоит. Но это не совбуфер. Надо у Димы спросить, что это такое. Вот. Такие полукопши. Полностью собранный салон. Единственное, что это сборный каркас. Не варной, а на болтах. Дима ушел. Мы сейчас у Миши спрашиваем, что такое. Что это за салонкуфер там стоит у него? Миша, а что там за салонкуфер стоит? Или это вентилятор? Нет, это сам. А? Да. А реально что ли? Это наша городская. Просто салонкуфер надо будет раскидывать. То есть так за хлебом ездит, да? А это пожарно-тушение же, да, Синяя? Это пожарка, да. Это сам Дмитрий Манделько. Вот еще одна машина. Девятка. Или, наверное, Четырка. Александра Рапацевича. Здесь уже идет варной каркас. Просто машина едет. Но там едет неплохо. Вот видно варной каркас. То есть он прикручен и еще и приварен за раз. Здесь обычные стоковые педали. Один датчик. Температурный. И обороты. Соответственно, стоит баллон сзади. И здесь уже идут именно ковши. Или полуковши. С пятиточечным имнем. И даже есть место для пассажира. И бы наша отстойная седушку не снимал. Это-это? Дрэк-такси? Здесь уже тоже стоят широченные слики. Мотор, естественно, полностью переработан. Судя по большому кульку, он, естественно, турба. Здесь из родного. Ничего особо не осталось. Система пожаротушения стоит. Бытом их стоит три штуки. Пускной, конечно, здесь тоже самосварительный. Там стоит подгузник. Это на случай того, что если вдруг масло даванет из двигателя, чтобы оно на трассу не падало, а падало именно в подгузник. Ну, то есть и капитальное пожаротушение. Все везде стоит. В пусках, на выпусках. Это, соответственно, выпуск вообще идет. Прямой. Чтобы никуда не уводить. Здесь вот хитрая система сплетения. Там вот стоит турбинка. Можно заглянуть, посмотреть, увидеть турбинку. Вот это вот холодная ее часть. Такая большая. А это горячая. Турбина довольно-таки большая. Двигатель 16-клапанник. Ну, однозначно доработанный. Как только можно. Машина тоже из пластика. Здесь тоже, соответственно, пластик. Здесь фишечка. С BMW. Здесь вообще нету. Тоже пластик. Ну, здесь железо. Тоже пластиковая крышка, по-моему, здесь. Раз, два, три. Продолжим экскурсию по закрытому парку. Здесь стоят тоже маркообразные. JZ. Здесь тоже одевают слики. Здесь на 2JZ двигатель. Здесь. Целико. Ну, здесь ничего такого примечательного. Доработанная семерочка. С турбинкой. Тоже можно посмотреть, как тут все устроено. Здесь, конечно, попроще, чем у Саши Рапецевича. Ну, тоже много доработок. Зато в салоне там столько датчиков. Сейчас заглянем. Вот, дырочка под выхлоп. С этой стороны стоит гуделка. Что? От тепловоза. Углов. Это, чтобы скидывать давление. Здесь, в принципе, по датчикам. Здесь интересная коробка стоит. Кулачковая для того, чтобы выдерживать нагрузки. И датчики нужны. Вот этот большой, это обороты. Потом вот этот вот, это температура воды. И температура масла. Здесь еще один есть. Это датчик буста. То есть, сколько давит килограмм. 34-й Skyline. Это техкомиссия. Они пришли проверять техническое состояние автомобиля. То есть, проверяется все для того, чтобы никаких эксцессов не произошло. Это Turbo Civic. Turbo Sash. Да, теперь Turbo. Слушай, а давай по-другому сделаем. У меня знаешь, что есть? Я вот тому раз не могу помочь. Другую помашку делать? Какую? Ты хочешь права? Дырку пробить. Может мне пилоткой стать? Пилотка. Смотри, Гриша. Сфокусировалась? Да, конечно. Вот. Я сейчас думаю, что одеть? Пилотку или механик. Давай пилотку одеть. Пилотку? Конечно. Ты думаешь, что ты супермодный чувак, да? Да, пусть думают. Сейчас пойду тёлок снимать. Были бы тут тёлки или колхозницам, они читать все равно не умеют. Да? Думаешь? Конечно. Ты им просто показываешь. Смотри. Ты просто с этой стороны забора стоишь. И все. Так что уже пофигу. То есть высовываешь через забор такой, Гриша? Ну, примыкайте. Слушай, что? Вот это у вас шашлычок. Это шашлычок, будешь? Да. Хочешь? Хочешь? Ну, не знаю, давай. Слушай, а что он это? Что, он держится? Ну, вот он такой, либо там дырочки делать надо. Вкусный шашлычок. Ну, ночью жарили. Да, утром. Вон, с девочками. С Юрейчиками, да. С ними пора ели. Грабаный в рот! Демонтируют сидушки, для того, чтобы машина была легче, для того, чтобы ей проще было ехать. Это Toyota MR2. На нее тоже устанавливают слики. Вот это вот интересный проект. На базе морковника. Парашют обозначает, что машинка потенциально может очень-очень хорошо ехать. Тем более, у нее есть два баллона закиси азота. И широченные слики. Это самая дымная машина будет сегодня. На ней Максим Курбузкин ездит. Что прошли? Это он в белой футболке. Это у механика. Правда, вон-то машина тоже будет коптить Александра Игеля. Марк. Здесь, конечно, уже серьезная машина. Она встает на дыбы. Практически передние колеса отрываются. Пилотом стал? Да, мне вещь уже посвятили в пилотке. Пилотецы? Пилотецы? Короче, он не крутится там. Просто пилоты. Просто здоровенная турбина. Что холодная, что ГРН. Также выхлоп сразу в капот идет. А вот как мне сказали, что можно по высоте блока понять, что это 2JZ или 1JZ? Блок выше 2JZ. На сколько? 18 мм. То есть на 2 см. Ну то есть непрофессионалу вообще хрен поймешь. Ну... А здесь он по высоте такой же? Нет, выше. Здесь 2JZ. А, ну... Не, ну это я знаю, что 2JZ. Я в смысле того, что сама головка вот здесь вот. Выше, да? Тоже на 2 см. Нет, Паша, здесь 1JZ. Где у вас 2JZ, да? Четеритель? А что вы 2 не поставили? Зачем? Чтоб на дыбы вставать. Да нет. Классно, другая. Но тяжелее на 2 см. Тяжелее на 2 см? Женя встанет. Ну почему если колеса от промода поставить? Да. Закисит эти баллоны. Форсунки каждую лошадей на 300. И все. И она как это, как и Мерка будет прыгаться. Как и Мерка, да? Не, ну я видел только Вилли в исполнении Мерка. Ну и промодов. Ну у промодов эти стоят. Вилли откаты. Вилли бары. Че ты говоришь, что? Поезд. Все? Все. У меня шелчительский ход. Да. Че, заведи, да и все. Все, все, быстро. Раз, меняем. Раз, что меняем. Раз, что мы меняем. Заведи. Сейчас мы услышим, как заводится твой бомоторчик. Сейчас будет громко. Сейчас мы услышим, как заводится. Вот этот марк. Сразу видно, что он очень мощный, потому что четвертый класс на кубке Алтайской. Края. Вот почему-то, правда, резина на нем одета штатная или полуслики. А пока еще непонятно немножко. Это команда Макс Райт. У них есть промок в виде Тойоты Сойера, которую они сейчас продвигают и делают. Вот это сама команда Макс Райт в голубеньких футболках. Здесь ничего такого интересного нету. Это Хонды Стоят все тут в одном месте. Вот эта Интегра довольно-таки быстрая. Примерно так же, как и вот этот Цивик. Это пошли уже Субару. Это Субару РИКС. Соответственно, стишные моторчики. Вот это тут флайк вообще прям классно едет. Но здесь конечно доработок вообще куча просто. спуск такой почему-то я только одну турбину вижу. Ну, наверное, она здесь одна. Судя по всему. Это красиво. Так, пилоты, кто еще остался на парад проходим? Это машина Мастерова Романа. Бывшая Дмитрия Мандейкова. Самый быстрый Форестер на нашем континенте точно. Тоже оборудован с каркасом безопасности. Это вот леса Славы Волковой. Чемпиона Алтайского края и Сибири в своем классе. Сибири Это очень интересная машинка. Honda С2000 Складывается вверх Тоже облегченная Кнопочка Это закись? Закись? Или сигнал? Ну так, чтобы хоть что-то нажал на стартинг Зрителей уже стало значительно больше Они бы приехали, машины и там пооставляли И вон там вот За закрытым парком Сейчас будет проходить брифинг Все пилоты Подтягиваются В зону старта Где Им будут проводить Разъяснительные работы Трасса практически высохла Сейчас после брифинга Технички начнут кататься по ней Сушить ее Трактор в воду везет Вода нужна для того, чтобы ее лить под колеса Чтобы можно было сорвать их Для прогрева Так, районного поселка Происходит официальное открытие Это команда организаторов Там стоят дальше пилоты Нам хочется пожелать краснозерцам Сегодня прекрасного такого впечатления Азарта Ну а участь Вы говорите пилотам Ну даже нормальных выступлений Чтобы все были здоровы в итоге Желаю отличного проведения мероприятий Ну а судейской коллегии Чтобы вы улыбались В конце соревнований Да будет гонки! Это кубки К победителям Люди в черном На черных машинах Типа дымит, да? Ты посмотри, там дышать нечего А ее, наверное, от Субару двигатель стал А ты что, Диме изменяешь? В смысле, нормально все Или ты с Сашей Ты просто толкаешь Сашу Приехал с Димой, а толкаешь Сашу Саше помощь нужна, Дима-то сам справится Что, у него уровень нормальный? Нормальный, все, давай Вообще хорошо Он вернулся в большой траклейсник На своем Тайтом Аш-2 И все это о Александре Риделе Из города Новосибирска Сейчас, кстати, будет Присоединитель команды Макс Райдер Моторспорт Ну вот Вот так вот должны прогреваться турики От прикуривания завелась машина Саши его поцельника ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так организаторы решили просушить трассу остатки. Притом, как бы, не совсем безопасно, потому что тут еще заезд планируется. Ну, правда, конечно, это стабильная машина относительно. Ну, это грубое нарушение техники безопасности явно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будет прогрев Максима Курбускина. Это, как я уже говорил, один из самых дымных морковников на данном мероприятии. Так что сейчас должно быть интересно. Сейчас механик поливает воды под колеса для того, чтобы проще было сорвать, для того, чтобы не порвать все внутренности у машины, чтобы проще было вращать колеса. Это МАРК-2 Максим Курбускин. Сейчас будет очень стыдно, очень эффектно, очень громко и очень быстро. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это еще не самый мощный прогрев, однозначно. Потому что плохо прогрелись, прогреваться будет сейчас еще раз. Ну, двигатели берут от первого GZ, а сам блок двигатель от второго. То есть объем... Пилот показывает направление, чтобы... Ой, точнее, механик показывает пилоту направление движения, чтобы пилот по своим же следам вернулся назад, чтобы сцепление как можно больше было. То есть слики налипляют на асфальт. Нахожусь на половине дистанции, примерно 200 метров. Здесь как раз заканчивается полоса безопасности. Сейчас заезд двух маркообразных. Интересные звуки такие. Девушка, давайте с вами познакомимся. Нет. Почему? Вы что-то стоите, тоже фотографируем. Я случайно здесь указалась. И что, у вас есть парень? Есть. А секс-друг? Нет. Можно я буду вашим секс-другом? Нет. А парнем? Нет. А мужем? Нет. Ну, как хочешь. Я все предполагал. Давай, Диман, давай. И гельм-зэмитрий одерживает победу в своей шиолетовой маленькой Хонде Цивих. Вообще, Диман. Ну, а с его соперником мы с вами. Финальный заезд Димы Мандрикова и Ромы Мастеров. У него даже музыка играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был спуск закиси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, монетку подбросили Дмитрий Манцников Выбирает дорожку Итак, Дмитрий Манцников поедет по правой дорожке Роман Мастеров поедет по левой дорожке Пожелайте друг другу удачи Помашите зрителям Так, дорогие друзья, доставайте все свои смартфоны, все свои гаджеты Сейчас будет нереально круто просто Чуваки с самими крутыми Субару, наверное, во всем СНГ Субару Форестер, самый быстрый Субару Форестер в СНГ И чемпион России, дорогие друзья Когда еще такое можно увидеть на здесь На этой земле, на этой площадке Аэродрома Краснозерки 9,7, лучшее время этих пилотов на сегодня Да, конечно, что не стоит в воде И никаких моих карьеров, сколько ваших воплево Да, уже воплево На автодисменте, видите, будет сопровождать этот пассажир Краснодар Краснодар Проект Сверху Прикрым Аэродром Субтитры делал DimaTorzok Дима, красава! Дима, как вы это делаете? Поздравляю! Всем спасибо, все свободны! Пока!